В Госдуме сегодня, как ожидается, закончилась серия законопроектов о создании Центра Сколково. Пакет документов рассматривается в итоговом третьем чтении. Одни задают направление работы Сколково от компьютерных программ до ядерных исследований, другие определяют правила участия в проекте. Например, обязательно, чтобы головной офис компании находился на территории Центра. Правда, появилась одна важная поправка. До 2014 года объявлен переходный период, когда соблюдать это условие участникам не нужно. Но смысл в том, чтобы Центр Сколково уже начинал работать, хотя он еще и не построен. И на тех, кто уже сейчас войдет в проект, распространяются все бонусы, предусмотренные еще одной главной для инновационного бизнеса группой законов о снижении налогов и взносов, например, освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль в течение 10 лет.